Защита О, Иисус О, мой путь Иисус 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 Путь Истина и жизнь Путь Истинная жизнь Путь Истинная жизнь Ты... Истинная жизнь Иисус, 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 Мой лучший друг, возлюбленный, Ты мой супруг, Иисус, Сущий от начала ветхий днями, Мой Господь. И Дух и Невеста взывают, приди, Дух и Невеста взывают, приди. Дух и Невеста взывают, приди, Дух и Невеста взывают, приди. Иисус, Истинная жизнь, Иисус, Истинная жизнь, Иисус, Иисус, Истинная жизнь, Иисус, Иисус, Ты будь истинная, правда. Солнце правды восходит, Солнце правды восходит, Солнце правды восходит, Иисус, 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 Добро пожаловать на хомворшип с Алексеем Ледяевым и с его друзьями, музыкантами. Мы еще продолжим дальше, теперь я приглашаю, чтобы в нашу студию Алексея, и мы продолжим этот чудесный-чудесный вечер. Спасибо, друзья. И мы выходим и на Инстаграме, и выходим и на Фейсбуке, поэтому, друзья, кому как удобно, делитесь нашим эфиром, отключитесь там, не знаю, от каких-то бытовых дел, и давайте проведем этот час вот в таком чудесном присутствии. Спасибо, ребят, это было круто. Я приглашаю уважаемые друзья всех на площадку святилища. Мы все существуем в материально-духовном мире, и хотелось бы просто сначала определить координаты, где мы сейчас находимся. И этими координатами является пересечение духовного и материального мира. Я думаю, что человек тоже существо дуалистическое, и у нас есть дух, и у нас есть плоть. И Писание призывает нас размышлять о горнем. Не просто размышлять о горнем, а пересекать границы материального и переходить в мир духовный. Наша духовная зрелость зависит от того, насколько мы способны протоптать свою тропиночку вот в этот мир сверхъестественного или духовного. И думаю, что поклонение является одним из самых мощных рычагов или самых мощных методов, как из мира физического переходить в мир духовный. И я думаю, что поклонение – это какая-то особенная субстанция или какая-то особенная энергетика, которая помогает нам, преодолевая гравитацию земную, познавать в своей жизни гравитацию небесную. И если нам во время этого home worship вечера удастся оторваться от земли и прикоснуться к небу, я буду чрезвычайно счастлив. И после того, как мы сейчас осуществим ту намеченную программу, после этого мы с вами пообщаемся, и я с удовольствием бы ответил на все ваши вопросы. Ну, а сейчас добро пожаловать в Скинью, добро пожаловать в Освятилище. Я благодарю Бога, что в этот раз рядом со мною мои коллеги, мои друзья, которые помогут нам осуществить эти намеченные цели. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Субтитры создавал DimaTorzok Господь, говори, Господь, слушает слуга Твой, говори, Господь, слушает слуга Твой. Говори, Господь, Ты, Бог мой, благой. Говори, Господь, слушает слуга Твой, говори, Господь, слушает слуга Твой. Говори, Господь, слушает слуга Твой. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Как и сохла земля, церковь жаждет окна. Как и сохла земля, церковь жаждет проливного дождя. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 И уйдут Лишь Слово Божье Пребудет вовек И замкнет Роковой и таинственный круг Слово Твое Не вернется к Тебе тщетно Пока не исполнит То, для чего он упосыл Покупит вовек И замкнет Слово Божье И замкнет И замкнет И замкнет И замкнет И замкнет Смотрите в оба Небо подскажет Небо утешит Дорогу покажет Смотрите в оба Встретятся взгляды Лицом к лицу Рухнут преграды На крыльях зари Воспалим над землей Он скажет Смотри Теперь ты со мною Я царство свое Тебе открываю Оно не для всех Смотрите в оба Небо подскажет Небо утешит Дорогу покажет Дорогу покажет Смотрите в оба Встретятся взгляды Лицом к лицу Рухнут преграды На крыльях зари Воспалим над землей Он скажет Смотри Теперь ты со мною Я царство свое Тебе открываю Оно не для всех Мы уйдем Но останутся Мемориалы Со скромными Нашими Инициалами Блажен Кто ждет Терпеливо Без слова Он скоро грядет Смотрите в оба Мы уйдем Но останутся Мемориалы Со скромными Нашими Инициалами Блажен Кто ждет Терпеливо Без слова Он скоро грядет Смотрите в оба Смотрите в оба Небо поста же Небо удержи Дорогу кажет Смотрите в оба Встретятся взгляды Мы уйдем Но останутся Мемориалы Со скромными Нашими Инициалами Блажен Кто ждет Терпеливо Без слова Он скоро грядет Смотрите в оба Смотрите в оба Смотрите в оба Небо подскажет Небо подскажет Небо удержит Смотрите в оба Дорогу покажет Смотрите в оба Смотрите в оба Встретятся взгляды Лицом к лицу Лицом к лицу Рухнут преграды Рухнут преграды Рухнут преграды Майя Ты ждут Небеса Манят И ждут Меня Небеса С каждым днем Родней и ближе Небеса До дня Зарева Зарево Нового дня Я Господа Грядущего Вижу Небеса Небеса Манят И ждут Меня Небеса С каждым днем Родней ближе небеса Зарева нового дня Я, Господа, грядущего вижу Я, Господа, грядущего вижу Я, Господа, грядущего вижу Я, Господа, грядущего вижу Мне, мне, сон А теперь пора расходиться по домам После такого поклонения Искренно признаюсь Даже трудно говорить Спасибо огромное Это музыка святилищ На самом деле, когда ты переживаешь Прикосновение другого измерения Небесной гравитации Не потому, что слова небеса А потому, что это уже откровение На самом деле, ты становишься совсем другим Тебя уже сейчас в таком состоянии В таком настроении Вообще ничего не волнует Потому, что реальность Царства Божьего Она компенсирует все проблемы Она компенсирует все угрозы Все страхи И мы оказываемся там, наверху Мы не от низших, а мы от вышних И поклонение Это, мне кажется, самая короткая дорога В освятилище и в Божьем присутствии Как я в прошлый раз говорил Никто не помешает поклонникам Достичь престола На котором восседает агнец Божий И где ангелы И где тысячи и тысячи людей Поклоняются Богу Я благодарю вас, что вы были с нами И благодарю Бога, если вы пережили то Что мы сейчас только что пережили Огромное спасибо Потому, что здесь играет роль и бит И мелодия, и вокал Вообще все вместе И я благодарю Бога за то, что мы сегодня были В одном духе Это было, на самом деле, очень гармонично Глубоко И очень личностно Ну, вопросов у нас никого не вызвало И большая аудитория у нас И в Инстаграме, и в Фейсбуке С какими-то перебивками Но мы все возвращались в эфир Друзья, ну да Все, кто смотрит нас сейчас Может быть, у вас есть какие-то вопросы Но, может быть, просто ты бы поделился У нас еще есть 10 минут 15 чем-то Что ты на эту тему поклонения Домашнего поклонения Хотел бы людям Очень большие, много благодарностей Со всего мира Начиная с Благовещенска И заканчивая Америкой И всякими другими странами Напишите, откуда вы Если это интересно, вам будет Ну, если есть какое-то время Ну, еще поделюсь Еще раз огромное спасибо Коллеге Мария Виктор Петрович Огромное спасибо Всем техническим работникам Очень здорово Ну, и на Как бы сказать На Десерт Небольшое Размышление Или зарисовка Со стороны Когда мы готовили Эту программу Ну, хочется, чтобы песни По-новому звучали И чтобы Какое-то, ну Ощущение было Какое-то свежее И я пришел В церкви Никого не было И я решил Ну, как бы вот Вспомнить Вспомнить Как я Раньше Намного чаще играл Ну, больше был втянут Последнее время Только из-за того Что мой инструмент Дома Был В нерабочем состоянии Я Пытаюсь Садиться За инструмент А когда здесь Какие-то недоработки Клавиши Западают И когда Нерабочий инструмент Даже если у тебя Есть желание Играть На этом инструменте То У тебя это желание Очень быстро пропадает И когда я понял Что в этот раз Будет такая вот Программа Ну, свежая Не хочется повторяться Потому что У нас такой запас Творческий Ресурс Поклонения Он такой Огромный Что не хочется Идти Проторенными дорогами А Ну, брать то Нестандартное Что у нас Может быть И уже запылилось На полочках Так вот Я пришел в церковь И Попросил ключ И там где-то В музыкалке Стоит Пианино Ну, я думаю Ну, поиграю на нем И вы знаете Что такое Расстроенный инструмент У тебя есть Огромное Желание У тебя есть Огромная Потребность И вроде Инструмент есть И вроде Исполнитель есть И вроде Произведение есть И все Знакомое И я Сел Я минут Десять Пытался Играть Ну, вот Берешь аккорд И слышишь Гармония И эта гармония Где-то внутри Отзывается А когда я играл На том инструменте Вы знаете Что такое Расстроенный инструмент Тогда Я мучился Где-то Десять минут Потом хлопнул Просто Крышкой И ушел Я говорю Это что такое А И вы знаете Потом Когда я зашел В кабинет Ну, не то что Откровение А такая зарисовка И вдруг Мысль такая А чем Отличается Расстроенный Инструмент Или Настроенный Инструмент Как вот этот От Расстроенных Или Настроенных Левитов Поклонников Проповедников Служителей Ведь мы же Тоже Являемся Отчасти Давайте согласимся Являемся Инструментом В руках Божьих И представляете Себе Я замечал Я очень часто Замечал Что Прежде чем Исполнитель Дает Фортепианный Концерт И там На сцене Какого-то Рояль Стэн Уэй Или там Еще какие-то Дорогие Этот инструмент Вообще-то Настраивают За два часа Потом Настраивают После репетиции Еще за двадцать минут И я замечал Знаете что Что Высокопрофессиональные Исполнители Коснувшись Клавишей И почувствовав Что этот инструмент Не настроен Они категорически Отказываются Играть На расстроенных Инструментах И вы понимаете И вы понимаете О чем Речь идет Если мы Как Инструменты В руках Божьих Мало того Быть Дитем Божьим Мало того Быть профессионалом Мало того Знать Помазание Как важно Братья и сестры Особенно Тех Кто поклоняется Кто на сцене Быть Настроенным Инструментом И я вам Открыто скажу Что Может быть Кому-то Это будет Резать слух Но Дух Святой На расстроенных Инструментах Никогда Играть Не будет И это Пресловутая Религиозная Отмазка Главное Сердце Здесь Все Главное Здесь Главное Чтобы и мозги Были Отстроенные Настроенные И главное Чтобы И сердце Было настроено И Настроение Какое У тебя Было И вы знаете Что делает Расстроенный Инструмент Расстроенный Инструмент Как минимум Наносит Ущерб В нескольких Направлениях Первое Какой бы Гениальный Исполнитель Не был Но если Он будет Играть На Расстроенном Инструменте Во-первых Его игра И квалификация Аннулируется Люди Послушают Что за ерунду Он играет Первое Второе Расстроенный Инструмент Обесценивает Произведение Которое Осуществляется Или Исполняется В данный Момент Исполни Сейчас Какую-то Песню На Расстроенный Инструмент Люди Скажут Что это Вообще За Песнь Это Второе И Третье Расстроенный Инструмент Обесценит Внимание Публики Которая Находится В зале Люди Просто могут Встать И уйти Сказать Это не гармония А какафония И Я какой урок Извлек отсюда Уважаемые друзья Обращаюсь К тем Кто выходит На сцену Пожалуйста Проверяйте Прежде чем Выйти Проповедовать Прежде чем Выйти На Поклонение Или на Прославление Прежде чем Идти куда-то Служить людям Попроводить Проси Святого Духа Дух Святой Настрой Мой Инструмент Мою Душу Мое Решение Мое Отношение Иногда Ты будешь Правильные Вещи Говорить Но Если Ты Не Настрой Человек Расстроенный Мы Часто Делаем Скидку Ну Пастор Был В расстроенных Чувствах Пастор Дома Можешь Быть В расстроенных Чувствах А на сцену Выходи Настройным Любить Благотворить Служить Достигать Святого Духа Сколько Ущерба В наших Церквах Уважаемые Друзья По чесноку Скажу Именно Из-за Ненастроенных Человеческих Душ И Из-за Расстроенных Каких-то Обстоятельств Я Внимательно Слежу Затем Чтобы Мой Инструмент Когда Я Выхожу На сцену Был Настроен И чтобы Духу Святого Не было Не было Оскорбительно Садиться И вот Такие Звуки Издавать И люди Говорят Ты что Играешь Лунную Сонату Какая Лунная Соната Это Вообще Это Ядерные Бомбардировки Хиросимы И Нагасаки Нет А это Оказывается Должна Быть Лунная Соната И Никогда Не изображайте Игру Святого Духа В расстроенных Чувствах На твоем Инструменте Когда Дух Святой Вообще Не играет И Запомните Из моих Размышлений Можете Все забыть Но главное Запомните Дух Святой На расстроенных Инструментах Не играет И С Расстроенными Людьми Он не сотрудничает Пожалуйста Возьмите Пример с Давида Который говорит Я Встану Рано И Я буду Искать Его лица Готово Сердце Мое Буду Пить И Буду Славить И если Вы были До этого Холм Воршипа Чем-то Расстроены И если Это время Помогло Как бы Отстроить Струны Нашей души Настроение Нашего Духа И Вы бы Вы сейчас Уже чувствуете Себя Намного Лучше И Бог Настроил Нас На эту Вибрацию Царства Божьего Я Я был бы Очень рад Я вас Очень люблю Благословляю Пожалуйста И еще Запомните Что самый главный Инструмент Поклонение Это не клавиши Это не гитара Это не скрипка А это Наше Чистое Благодарное Сердце Люблю вас Благословений И до следующих Встреч Спасибо Спасибо большое Алексей Спасибо большое Что позвал команду В этот раз Что у нас уже Начали с одного С одного С Марии Но Сегодня потрясающая Была программа Друзья Те которые Только подсоединились У нас сегодня Часовой эфир Который подходит К концу И Очень много Благодарности Шлют Со всех Концов света Суперская мысль Да Алексей Нам так Вы так и учили И профессионализм И поможание Да И настроенная душа И настроенный голос Круто Большое Спасибо Пастор За слово От Господа Кого-то обречает Это слово Спасибо Апостол Отовсюду Шлют Благословения Благодарности Шлют Друзья Если вы только что Присоединились На инстаграме Этот эфир Мы сохраним Он еще будет 24 часа Можете еще раз Пережить Включить это все На фейсбуке На фейсбуке Этот эфир Конечно же Будет тоже сохранен Поэтому Кто-то Что-то говорил Про звук В инстаграме Друзья Это такой Неофициальный эфир В инстаграме Мы введем Официальную запись Будет на ютубе И на фейсбуке Алексея Ледяева Поэтому Спасибо Что вы были с нами Спасибо огромное Что Вместе с нами Здесь поклонялись И поддерживаете Служение Поддерживаете Нашу Деятельность В это время Которое Продолжается И никто не знает Как, когда И что поменяется Вскоре Ну и напоследок Друзья Просто хочу вас Поблагодарить И как Писание говорит Покажите Вере вашей И там перечисляется Добродетель И все остальное И дальше Говорят Что вера Без дел Мертва И наши лекции О поклонении Без реального поклонения Это пустая болтовня Наши семинары О поклонении Без реального И глубокого поклонения Это тоже Пустой звук Потому что Ну как бы Теория О каком-то предмете Без понимания Самого предмета Вы понимаете Можно знать Много Но Но обладать этим Это совсем другое И Если Вы бы меня спросили Что у меня на сердце У меня огромное желание У меня огромное желание Друзья Не столько сегодня Учить О поклонении Сердце Давида Что такое В духе В истине Божьей Хочется уже уйти От этой теории Которая Я не знаю Которых просто Ну тонны И хочется Друзья Посвящать времени Если у нас час Пусть 90% времени Это будет не теория А практика И я готов делиться тем Что в моем сердце Потому что Как вы чувствуете Что это Не халтура Не фальш Это не какой-то Нарциссизм Где вот Я делюсь тем Что для меня свято Тем Что для меня дорого И готов делиться этим Дальше Если вас это устраивает Если вам это Ну как бы Это приятно слушать Ну давайте создадим Эту целевую аудиторию И будем развивать Эти навыки Потому что это на самом деле Чрезвычайно важно Как в прошлый раз говорили Когда мы на небо попадем Евангелисты без работы останутся Экзорцисты Попечители Руководители домашних групп Там и все остальное Единственное Кто пахать будет Или не пахать А просто служить Богу Это поклонники Потому что это служение Пришло из вечности И оно будет Всю вечность продолжаться Господу Богу твоему Поклоняйся Ну и в завершении Наш новый слоган Запомните его И молитесь всякий раз 25 раз в день Христоцентризм Профессионализм И помазание Святого Духа Да пребудет Со всеми нами Аминь Аминь Без лишних слов Тут в конце еще Кто-то спрашивает Алексей Как вы научили детей Поклоняться Ну этому человеку Денису уже стали Все отвечать Сам поклонялся при них Другие пишут Денис Надо самому поклоняться Дети делают то Что делают родители Я как одна из дочерей Алексея скажу Да и аминь Это именно так Другие способы Не работают Однозначно Поэтому если вы дома С детьми То конечно же Вы понимаете Самый главный секрет Это заразительный пример Зараза В хорошем смысле слова Пристает Все друзья До свидания Откланиваюсь Спасибо за прекрасно Проведенное вместе время С Богом До новых встреч До новых встреч Друзья Продолжение следует